Добрый день, я Сизов Василий, team lead команды управления моделей жизненным циклом клиента. И сегодня мы вам расскажем, как мы сначала строили look-alike модели, а потом переходили к response и uplift моделям. Сначала мы обсудим сам жизненный цикл клиента, потом пройдемся по данным, обсудим преимущества и недостатки моделей. Далее в верхнем уровне рассмотрим этапы моделирования и в конце также продемонстрируем полученный результат. Жизненный цикл клиента Банка ВТВ состоит из следующих этапов. Это привлечение, активация, кросс-продажа, удержание и реактивация. Давайте обсудим каждый из этапов чуть подробнее. Привлечение. Мы пытаемся выделить организации, склонные к оформлению договора в банке. Активация. Мы пытаемся выявить причины неактивности клиентов и подобрать релевантную корзину продуктов. Кросс-продаже. В рамках этого этапа мы пытаемся подобрать самое оптимальное предложение для клиента. Удержание. Мы пытаемся предсказать отток и оценить вероятность удержания клиента. Ну и реактивация. Это уже для тех клиентов, которые ушли из нашего банка. Мы также пытаемся их привлечь обратно в банк. Как известно, 80% работы дата-сайентиста – это работа с данными. И у нас это не исключение. Поэтому в первую очередь мы собирали факторы. В общем случае мы собрали более 2000 факторов, которые относятся как к внешним данным, так и к внутренним данным. Например, это финансовая отчетность, балансы, транзакции, доходы, чистый операционный доход и много-много других данных. Зачастую продвижение продуктов происходит за счет коммуникации. Например, смс-сообщение, письмо на электронную почту или звонок. Но не всегда мы можем провести коммуникацию со всей базой клиентов. Также иногда нам хочется иметь какой-то порядок коммуникаций. С этими и другими задачами нам помогает машинное обучение. Сейчас существует три основных типа моделей. Это Lookalike, Response и Uplift. Lookalike – это такая модель, которая оценивает вероятность того, что клиент выполнит целевое действие. Возьмем, например, в качестве целевого действия бизнес-карты. Данная модель позволит оценить на новом срезе вероятность того, что клиент оформит бизнес-карту. И на выходе мы получим отранжированный список по вероятности. Преимущество данной модели в том, что нам нужны только исторические данные по оформлению данного продукта. Перейдем к Response модели. Данная модель оценивает вероятность того, что клиент выполнит целевое действие при условии коммуникации. Здесь мы пытаемся оценить, скажем так, условную вероятность. В качестве обучающей выборки используются только те клиенты, с которыми была проведена коммуникация. Сложность же заключается в том, что нам нужны дополнительные данные о коммуникациях. Самая полезная модель с точки зрения бизнеса – это Uplift. Данная модель позволяет оценить чистый эффект, то есть оценить разницу при коммуникации и без коммуникации. Сложность же в том, что нужно дополнительно собирать данные по маркетинговым компаниям. В идеальном случае маркетинговые компании должны быть случайны, без каких-либо бизнес-правил. Также и данных должно быть больше по сравнению с предыдущими моделями. В рамках нашего проекта мы построили все три типа моделей – и Lookalike, и Response, и Uplift. Но наша конечная цель – построить все три типа моделей в разрезе каналов, например, колл-центр, сеть, e-mail и SMS. Но мы по мере проекта столкнулись с некоторыми проблемами. Это долговызрывающие продукты до трех месяцев, небольшое количество целевых действий и отсутствие данных по маркетинговым компаниям по ряду продуктов. После того, как мы собрали все факторы, мы пришли к построению модели. Построение модели состоит из трех основных этапов. Это Exported Data Analysis, само построение модели и Post-Analysis модели. На слайде можно посмотреть, из каких этапов он состоит. Финальное качество модели оценивалось по следующему графику, который расположен выше. Отложенная выборка сортировалась по предсказанным вероятностям. Если модель хорошая, то целевому классу она должна присвоить большие вероятности. Соответственно, покрытие – это доля целевого класса от общего количества целевого класса в каком-либо бакете. А отношение балансов – это отношение баланса класса в конкретном бакете к общему балансу классов в выборке. Отложенная выборка полностью оригинальная и никогда не балансируется. Для упрощения и ускорения моделирования написан внутренний фреймворк, позволяющий проводить все этапы моделирования. Основная особенность – вынесение этапа предобработки и кодирования факторов в отдельный конвейер. Это позволяет избегать ликов при кросс-валидации, а также настраивать конвейер предобработки любой сложности. Для отлив моделирования на данный момент мы используем Escalift. При использовании Escalift мы столкнулись с некоторыми сложностями. При образовании выборок происходит внутри классов. Это неудобно. Неудобно доставать параметры самой модели. Для TwoModels нельзя задать разные факторы. Но мы придумали решение. Добавили преобразование данных для Plift моделей во внутренний фреймворк. Это позволило удобно не только применять модели, но и подбирать параметры, отбирать факторы, а также в хорошо читаемом виде получать параметры обученных моделей в кросс-валидации. Например, количество итераций, кривые обучения, важности, метрики на всех фолдах. Для TwoModels добавили возможность задавать разные факторы для каждой модели. Как показала практика, чем лучше каждая модель в отдельности, тем лучше результирующая Plift модель. Далее немного расскажем о том, как бизнес применяет наши модели. Мы смогли построить все три типа моделей для привлечения клиентов на открытие расчетно-кассового обслуживания. Наша основная задача – проверить ранжирующую силу моделей и посмотреть процент согласия на оформление и процент оформлений данного продукта. В результате мы получили следующие выводы. Модели Респонс и Апплифт эффективнее Lookalike модели в два раза. Процент открытия модели Апплифт выше по сравнению с моделью Респонс. Однако не в рамках статозначимости, поэтому необходим пилот по сравнению моделей Апплифт и Респонс. В рамках данной задачи мы построили разные типы моделей по ряду продуктов. В рамках каждого продукта разные типы моделей проверяются отдельно. Далее на основе выбранных моделей и на основе склонности клиента к продукту подбирается целая корзина продуктов. Далее эта корзина продуктов, скорректированная бизнес-правилами, предлагается клиенту. Наша задача – сравнить эффективность приоритизации за счет моделей с бизнес-правилами и случайного выбора клиентов с бизнес-правилами. В результате мы получили следующее – плюс 5% больше согласий, в 2 раза больше продаж и в 7 раз выше эффективность. И на этом у меня все. Спасибо за внимание.